С 25 мая по 14 июня жители нашего региона могут стать народными экспертами конкурса сочинений «Я гражданин России». Онлайн-голосование проходит на сайте оператора проекта «Стратегического партнерства Северо-Запад». В честь Ненинского округа защищают 17 номинантов, чьи работы были отобраны по итогам регионального этапа. Инициатива проведения конкурса была выдвинута регионами три года назад и получила активную поддержку аппарата «Полпреда» президента России в СЗФО и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Масштабы конкурса сочинений «Я гражданин России» впечатляют. В этом году в нем приняли участие 200 тысяч учащихся из 11 регионов Северо-Запада России. Конечно, конкурс с каждым годом интереснее и глубже, я бы сказал. В Ненинском округе участие в конкурсе приняли 242 учащихся школ и профессиональных училищ. Однако до финала дошли 17 работ. Проверку проводит комиссия, которая утверждена распоряжением Департамента образования. И по результатам данной проверки было выявлено 33 работы, которые прошли в финал конкурса, прошли на региональный этап. На региональном этапе были отобраны 17 работ, которые вошли уже для проверки окружной комиссии. И комиссия до 14 июня проверяет сочинения, которые размещены на сайте оператора конкурса и выставляет свои оценки. В целом в финале конкурса оказались более 200 сочинений. Их можно прочесть на сайте стратегического партнерства. В каждой из четырех возрастных групп, на которые поделены участники конкурса, есть представители и Ненинского округа. С 25 мая по 14 июня сочинение участников оценивает специальная комиссия. По итогам комиссии, когда комиссия завершает свою работу, нам приходят результаты. И уже по результатам проверки окружной комиссии в каждой возрастной номинации выявляется победитель на уровне региона. Также в каждой возрастной номинации выявляется победитель на уровне северо-западного региона. Всего в конкурсе будет 47 победителей. 44. По результатам работы комиссии, авторов еще трех сочинений определят по итогам открытого интернет-голосования. Оставить свой голос за ту или иную работу можно на сайте стратегического партнерства «Северо-Запад». Мария Даник, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».